Жители домов по улице Молодёжной, а именно отрезка от Российской улицы до Уфимской трассы, теперь не будут бродить в темноте ночью и в сумерках. На днях специалисты нефтекамского межрайонного предприятия «Электрические сети» завершили работы по освещению этого участка. Электрики дополнительно установили семь железобетонных и одну металлическую опору и подключили этот участок к единой системе управления. Установлено 23 светильника энергосберегающих ЖКУ-100, мощностью 100 ватт каждая. И данная система в данный момент уже функционирует и подключена к автоматизированной системе управления наружным освещением, кулон, введённый в городе Нефтекамск в марте этого года. Следить за тем, исправны ли все опоры, призваны диспетчеры предприятия. С марта нынешнего года в работе специалистов оперативно-диспетчерской службы произошли изменения. И теперь узнать о неполадках на линиях электропередач они могут, не дожидаясь звонков от потребителей. Это не единственное преимущество системы. На данный момент мы можем задавать график включения-отключения уличного освещения, можем контролировать включение-отключение отдельных улиц. Раньше же мы ориентировались только по звонкам потребителей. Улица Молодёжная давно требовала к себе внимания. Осенью 2012 года здесь начали работу по установке опор освещения. Тогда фонари появились у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. На этом электрики останавливаться не собираются. И до осени нынешнего года планируют осветить одну из важнейших дорог – въезд в город. В планах нефтекамского предприятия электрических сетей осветить Уфимское шоссе от улицы Дорожной до села Ташкинова. Для этого уже заказали 80 опор, которые привезут в ближайшие 2-3 недели. Монтажом и установкой будут заниматься сами электрики. И этот тёмный участок пути от улицы Российской до Ташкинова скоро будет полностью освещен. Опоры будут такие же, как в парке – оцинкованные восьмигранные столбы. Специалисты говорят, что монтаж этих конструкций более сложный, поскольку требуется подготовка фундамента. Но в итоге получается эстетически более привлекательный вид, который и будет встречать въезжающих в Нефтекамск. Лилия Ахметова, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова